Всем привет! С вами Алексей, 20 километров от Харькова. Я нахожусь на одном из своих участков. Сейчас покажу вам, как приблизительно должны выглядеть ваши орехи, фундуки, как должны выглядеть листочки. И если что-то не так, то, конечно же, сразу бьем тревогу. Вы знаете, что я все делаю по правилам в этом году. У меня будет уже седьмая обработка. Сейчас обещают дожди после дождичков. Я пройдусь седьмую обработку. Медь препаратами, плюс добавлю еще от жуков всяких вредителей добавочку. Потом еще восьмая и все. До сбора орехов уже все. А потом уже после сбора орехов уже будет еще пару обработок. То есть орех получится экологически чистый, потому что все это выведется, поэтому химии бояться не нужно. Почему я сейчас объясню? Вот смотрите, посмотрите какой лист. Я его подкармливаю постоянно микроудобрениями, гуматами, ПКМ-стимул фирмы. Это раз в неделю. Всего-навсего. Раз в неделю прошелся с опрыскивателем вообще без проблем. То есть препарата хватает намного, стоят копейки. Вообще просто бомба. Потом иногда подбрасываю азотную и нитромофосочку. Это тоже в небольших количествах. Буквально там какая-то жменя под куст. И все. Поливов особо не проводится, потому что видите, замульчировано где-то соломой, где-то просто травбой. Это очень хорошо спасает положение. Да, ну иногда, конечно, полив проводится, понятное дело. Потому что если вы не будете поливать, вы не получите хороших результатов. Но мы смотрим по дождям. Дожди идут, значит не поливаем. Дождей долго нет. Там 4-5 дней, там неделька всю. Уже раз в неделю точно полив. Однозначно хороший, надо проводить. Вот посмотрите отводки. Это сейчас сорт Боровской вам показывают. Вот такие будут отводки. Кто заказывал, они уже растут. Так что к вам приедут, все будет хорошо. Посмотрите на лист. Если у вас какие-то есть проблемы. У него тоже немножко есть проблемы. Не все идеально. Давайте посмотрим. Вот видите, какие-то очаги небольшие болячки. Ну, это такое, знаете, оно небольшое. Вот такие желтые листочки бывают. Не знаю, борюсь уже с ними долго. Непонятно, что-то не хватает. Ну, хотя странно. Микроэлементами кормлю. Азот фосфор калий все дается. Вот, непонятно. По поводу ореха. Смотрите. Ну, конечно, были заморозки. Да, но здесь я не вижу никаких проблем. Ореха, ну, орех есть. Не скажу, что прямо усыпано. Ну, как бы достаточно. Для себя покушать, для друзей угостить. Я думаю, скажем так, найдем. А может быть, даже что-то издадим, продадим. Ну, такая ситуация. Поэтому сейчас смотрите. Ну, это взрослое растение. Ладно, вы скажите, а как же маленькие растения? Вот шедевр, который вам присылал. Одни из остатков. Вот. Себе оставил какие-то бракованные там. Вот, пожалуйста. Развитие. Посмотрите, лист какой. У вас все должно быть точно так же. Если у вас не так же, значит, вы что-то делаете не так. Значит, невнимательно смотрели видео, либо не задали мне вопросы. Вопросы лучше всего задавать в комментариях. Звонить. Пожалуйста, не надо. Потому что очень много людей. И все это очень сильно отвлекает. К сожалению. Я с удовольствием вам помогу. Поэтому пишите в комментариях. И ваши комментарии прочитают другие люди. И все будет хорошо. Так, смотрите, что еще. Вот какие-то птицы, скорее всего, ломают. Видите, раз. Обломанная ветка. Два. Вот такие вот ситуации. И смотрите. Большая ветка. Тоже вот так вот сломана. Поэтому, вот, наверное, как здесь, 4 будущие скелетные ветки и штамп сантиметров 30-40. Вот это, наверное, идеал. Посмотрите, все прекрасно развивается. Так, теперь по поводу плодоношения. Все спрашивают, когда будет плодоношение. Значит, смотрите, плодоношение в первый же год. Первый же ход по сорту Боровской. По сорту... Нет, Трапезон, не знаю. Не могу обещать. Шедевр. Шедевр Боровской точно могу обещать. Вот, смотрите, двухлеточку показываю. Подрезанную. Наверное, весенняя посадка. Вот точно не помню, честно. Все. Уже вот, видите, зависть пошла. Орехи не убираю. Почему? Потому что, смотрите. Ну, их не так много, да, там. Тут 10, пусть будут там плюс-минус... Смотрите, какие приросты. Вот, меня это устраивает. Ну, можете себе представить, что здесь будет до конца лета. В этом квадрате. Квадраты получаются шикарные пока. Пока по квадратам никаких вопросов нет. Вот, я думаю, все будет замечательно. Вот вам, пожалуйста, первый орех. Если у вас таких 5-10 кустиков, то есть уже какой-то урожай. Можно снимать, для того, чтобы растение лучше развивалось. Но, если вот на другие, допустим, вот, этого года посадка, да, вот, весной посадил. Понятно, что здесь орехов нет. Вот, посмотрим, как будет развитие. Будет ли как-то отличаться между собой эти растения или нет. Вот такая тема. Так что, ребят, ухаживайте за фундуком. Опрыскивайте фундук. И у вас будут вот такие же результаты, как у меня. Вот, все очень просто. Все не надо, что выдумывать. Все уже давно выдумано. Опрыскивание, опрыскивание. И еще раз опрыскивание. Плюс влагополивы, дожди, влага. Все, вот, помните, ребята, да, которые были у нас просто с распущенными уже почками, с обломанной почкой. Все развивается. Просто засыпана соломка. Подбрасываются какие-то немножко удобрения. И идут периодически поливы. Проверяем, как. Пальчик. Раз, влага есть. Все. Замечательно. Вот такая тема. Без соломы ничего у вас не получится. Без опрыскиваний тоже, скорее всего, ничего не получится. И без борьбы с майским жуком, личинки у вас тоже ничего не получится. Это трупы заморозкие. Без накрывания мешками. Если почка уже подраспустилась, у вас тоже ничего не получится. Если вы сделаете все, как я вам показываю. Вот, вы сами все видите. Я не волшебник. Получилось у меня. Получится и у вас. Ну и напоследок, вообще не по теме, покажу, как развиваются другие растения. По такому же методу. Крыжовник сформировал его штампом. Так же, как и фундук. Начинает зреть. Ну, я думаю, видно, да, размер какой. Фокуса нет, к сожалению. Здесь все понятно. Здесь размер просто нереальный. Вот так вот. То же самое черная смородина. Тоже сформировал штамп. А ветер всю штампами формирую. Подвязал. Крупная и прекрасная. Посмотрите, прекрасно себя чувствует. То же самое я сделал с гибридом. Подсказывали мне название, к сожалению. Не помню, как он называется. Не могу сказать, да. Неарус. Как-то он называется. Это смесь. Черная смородина с крыжовником. Очень полезная, очень вкусная штучка. Вот. Тоже, посмотрите, замечательно себя чувствует. Единственное, что поливаю в жару водой. Экспериментирую. Да, по некоторым растениям вообще никаких вопросов. Вот ему не понравилось. Вот у него как бы есть тема. Листочки, видите, ожоги немножко пошли. Есть некоторые культуры, которые нельзя поискивать. Но в основном, как показала практика, как в основном можно даже в жару сверху поливать растения, душ. Так сказать, им устраивать. И они себя очень прекрасно чувствуют. Вот ежевичка. Все. Надеюсь, видео было полезным. Все, кто посмотрел, дослушал эту нудную болтовню, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на мой канал, если хотите. И поделитесь с друзьями. Там внизу есть строчка поделиться. И нажмите колокольчик. Получать все уведомления. Не просто колокольчик, а получать все. Тогда вы будете получать все видосы. Я понимаю, времени нет. Да, мне жалуются многие заказчики же. Времени нет смотреть видео, к сожалению, и так далее. Люди заняты. Ну, дело в том, что если вы хотя бы какое-то время посмотрите все мои видео, то вы станете профессионалом лучше меня. И все. И запомните, не только фундук. Я ухожу за всеми своими растениями, грубо говоря, примерно одинаково. Если вы научитесь ухаживать за одним видом растения, то вы будете получать просто фантастические результаты. Ну, может быть, не фантастические, но то, что я вам показал, вы точно будете получать. И будете получать вот такие красивые растения, не больные. Я вам сколько показал всего, вы хотя бы какую-то болячку увидели. Нет. Это все лечится. Просто надо не жадничать, покупать в фирменных магазинах, фирменные препараты. Не на рынках, к сожалению, где они могут быть просто даже фирменные, но перемерзшие. А, скорее всего, подделки, рассыпухи и так далее. Вот. Не лениться побрызгать, если есть у вас на это время. Хотя бы 3-4 раза весной. Хотя бы. И у вас будут вот такие прекрасные, прекрасные, замечательные результаты. Все. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем огромный, огромный привет из Харькова. Я очень надеюсь, у вас с фундуком будет все, как и у меня, замечательно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok